Самостоятельно размножать розы не так сложно. Методом черенкования можно получить много посадочного материала. Но с первого раза не у всех получается укоренить розу в домашних условиях, однако попробовать стоит. Чтобы избежать ошибок, внимательно ознакомьтесь со всеми тонкостями. Все преимущества черенкования. Самостоятельно вырастить розы можно методом прививки и черенкования. Для прививки в домашних условиях нужно обладать опытом и навыками, а черенкование отличается кроме того, имеет ряд достоинств. Корневая система саженцев хорошо развита, имеет компактные размеры. Корнесобственные розы хорошо переносят морозы, при вымерзании дают полноценный куст из спящей нижней почки. Цветение у таких роз более продолжительное. К тому же, получить черенки для укоренения роз в домашних условиях не составит труда. Подойдут цветы из букета или побеги, которые остались после обрезки садовой розы. Важно! В первую зиму корнесобственные розы нужно хорошо укрывать, чтобы неокрепшие растения не погибли. Правила подготовки черенков роз для домашнего укоренения. Заготавливать черенки можно на протяжении всего сезона, но лучше всего укореняются летние побеги. Замечено, что хорошо идут в рост июньские черенки, а вот срезанные в начале осени плохо образуют корни. Хуже всего в домашних условиях укореняются розы из зимних букетов. Так как их стебли обработаны специальными препаратами, цветок долго не увядает, а способность к корнеобразованию теряется. Чтобы получить качественный посадочный материал, при нарезке черенков придерживайтесь следующих правил. Отбирайте полностью возревшие здоровые побеги, толщиной не менее 5 мм. Нарезайте кусочки так, чтобы каждый имел от 3 до 5 почек. Сделайте верхний срез прямым и на 2 см выше почки, а вот нижний край срежьте наискосок прямо под почкой. Удалите все листья, оставив только верхние 2, их нужно подрезать наполовину. Все работы проводите острыми инструментами, перед работой их продезинфицируйте, чтобы не заразить посадочный материал. Можно протереть секатор раствором марганцовки или спиртом. Если решили использовать подаренные розы для посадки, то регулярно меняйте воду в вазе, иначе стебли будут гнить, черенки не дадут корней. Не дожидайтесь полного увядания цветов, используйте для работы свежий букет. Черенки нарезают длиной около 15-25 см, нижний край стебли удаляют. Оставшуюся часть нарезают как описано выше, после чего помещают посадочный материал в раствор стимулятора роста на 6-8 ч. Если под рукой не оказалось никакого стимулятора, можно воспользоваться соком алла-э, его разводят чистой водой в соотношении 1 к 9, или медовым раствором, на 500 мл воды, 0,5 ч.л. мёда. Продолжительность замачивания – сутки. Эффективные препараты для стимуляции корнеобразования. Корневин – биопрепарат, расход 1 грамм на литр воды. Радифарм – биопрепарат, расход 2 капли на литр жидкости. Эпин – 1 ампула на 2 литра воды. Циркон – 1 мл на 10 л жидкости. Гетероуксин – 1 таблетка на 2,5 л воды. Они дают хороший результат. Способность к корнеобразованию растений возрастает в разы. Все способы укоренения черенков роз в домашних условиях. Существует немало методов укоренения посадочного материала, которые дают неплохие результаты. Остановимся более подробно на каждом из них. Укоренение в воде. Самым простым методом является проращивание черенков в воде. Однако он имеет много нюансов. Черенки проращивают в чистой, желательно родниковой воде. Если используете воду из-под крана, то дайте ей отстояться не менее суток. Хлорированную воду не берут, так как корнеобразования в ней не будет. Правила укоренения. 1. Используйте только стеклянные емкости, чтобы следить за состоянием стеблей. 2. Не допускайте попадания прямого солнечного света, иначе вода начнет портиться, черенки загниют. 3. Погружайте в воду только кончики посадочного материала, а не весь стебель. 4. Меняйте воду в емкости каждые 2 дня. Первые корешки появятся через 15-25 дней, после чего черенки можно высадить на постоянное место. Однако опытные садоводы рекомендуют подождать, пока не разовьются более крепкие корни. У метода есть недостатки. Процент укоренившихся черенков невысокий, так как в воде плохо развиваются корни. Многие побеги загнивают. Подходит не для всех растений. Укоренение черенков роз в почвенной смеси. Подходящие условия для укоренения можно создать в мини-тепличке или цветочном горшке. Процесс корнеобразования происходит быстрее, получаются более крепкие и выносливые растения. Правило укоренения. 1. Выбирайте тару из расчета на одно растение не менее 0,5 л. Если укоренение происходит в общем ящике, то между черенками оставляют до 5 сантиметров. 2. Продезинфицируйте горшок. Наполните питательной почвосмесью для комнатных растений или рассады. Землю можно приготовить самостоятельно, но она должна быть рыхлой. 3. Обязательно уложите дренаж, слой которого не менее 2-3 сантиметров. 4. Сделайте отверстие и опустите туда черенок, так чтобы одна почка оказалась под землей. Хорошо полейте посадки. 5. Накройте горшок банкой или пакетом, чтобы создать парниковый эффект. Укоренение длится около месяца. Это зависит от сорта растения. Все это время поддерживайте дневную температуру на уровне плюс 25 градусов Цельсия, а ночную не ниже 18 градусов Цельсия. Регулярно проветривайте посадки, опрыскивайте теплой водой из пульверизатора. Как только появятся первые ростки, можно считать, что процесс удался. На постоянное место растения пересаживать не спешат, они должны хорошо окрепнуть. Укоренение в картофельном клубне. Новый, но не менее популярный метод укоренения черенков рос в домашних условиях при помощи картофельных клубней. Суть его в том, что черенки постоянно находятся во влажном состоянии, получают дополнительные питательные вещества. Саженцы получаются крепкие, корневая система развивается хорошо. Правило проращивания. 1. Выбрать здоровый клубень. Промыть, удалить глазки. Обеззаразить раствором марганцовки и просушить. 2. Проделать глубокие отверстия в картошке, обработать черенки стимулятором роста и вставить в отверстие. 3. Выкопать траншею глубиной около 15 сантиметров, уложить клубни и засыпать землей. На поверхности грунта оставить только верхнюю почку. На укоренение уходит до двух недель. Все это время черенки держат под пленкой, регулярно поливают и проветривают. Для каждого черенка используют отдельный клубень. Как укоренить розы в пакете? Для работы понадобится газета, темные пакеты, подготовленные черенки. 1. Замочить черенки на сутки в воде, уложить на слой газеты и сделать сверток. Хорошо смочить его водой, дать стечь лишней влаги. 2. Увернуть сверток в пакет, убрать в помещение, где температура поддерживается на уровне плюс 20 градусов Цельсия. 3. Через неделю развернуть сверток, проверить, нет ли гнилых черенков, удалить больные, снова свернуть и хорошо увлажнить. Процесс образования корней занимает 2-3 недели, после чего на черенках появляются ростки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...